Здравствуйте! Это программа «Интервью». В этот день, 12 мая 2014 года, два года назад, Виктор Толконский был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Ну и, по сути, возглавил наш регион. У нас в гостях сегодня заместитель председателя законодательного собрания Алексей Клешко. Добрый день. Алексей Михайлович, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашей студии. Аналогично. Рад вас видеть, Саша. И рад обратиться к всем нашим зрителям канала «Инисей». Алексей Михайлович, вот если вспоминать май того 2014 года, для многих, но для нас, по крайней мере, журналистов, точно назначение казалось неожиданным. Ваше впечатление можете вспомнить? Конечно, это было неожиданно. Более того, сейчас уже прошло время. Можно даже вспомнить о том, как вообще это происходило. Дело в том, что мы как раз собрались поздравить с днем рождения Виктора Петровича Томенко, председателя Крымого правительства. И в момент, когда как раз кто-то произносил тост и поздравляя Виктора Петровича, зазвонил телефон, который говорит, извините, из Москвы звонок, поднимает трубку, и тут ему как раз сообщает, а он всем нам про то, что назначен исполняющий обязанности Виктор Санчелоконский. И мы восприняли это, конечно, как такой важный сигнал, с одной стороны, значимости региона, когда человек с должности полномочного представителя президента России назначается губернатором, исполняющего обязанности губернатора региона. Это, конечно, подчеркивает статус этого региона, безусловно. А с другой стороны, было понятно, что в регион приходит управленец с очень большим опытом политической, хозяйственной и управленческой деятельности. Соответственно, ожидания были какие? Что он чем займется? Вы знаете, во-первых, было, как мне кажется, справедливое ожидание, что лодка не будет резко сворачивать вправо или влево, набирать крен какой-то, что Толоконский будет стремиться сохранить костяк команды, что, в общем, и произошло, что он будет стремиться больше узнать регион, и мы это все тоже увидели в многочисленных поездках. Мы увидели, что он постарался выстраивать постепенно свою такую группу поддержки, если хотите, или, ну, скажем так, определять те группы населения, на которых он может опереться. И он начал активно встречаться с гражданами, проводить большую политику, больше открытости, активнее встречаться с журналистами, с вами и так далее. То есть, своя специфика появилась, но при этом это человек не взбаломошных решений, и это было понятно, и это подтверждается спустя два года. Да, вот спустя два года все ли ожидания подтвердились, или что-то узнали новое, неожиданное? Ну, вот эти, я бы сказал, ожидания, они подтвердились, безусловно. Вообще, я бы сказал, что стиль, который исповедует Толоконский, это стиль ответственности за решения, но при этом максимальная открытость, прозрачность, много советов с самыми разными людьми. Но, еще раз подчеркиваю, это сопровождается не с тем, чтобы размыть ответственность, часто так бывает, знаете, коллегиальная ответственность, это безответственность. А, все же, такая личная ответственность за принимаемые решения. Согласитесь, человек так устроен, что чиновников подобного ранга оценивает скорее по каким-то достижениям, по перерезаниям ленточек, по проведенным там большим крупным мероприятиям, по рекордам каким-то достигнутым. Вот в этом смысле последние два года. Какими достижениями, как вы полагаете, Толоконский уже точно отметился? Ну, мне кажется, что если говорить о работе Виктора Александровича в эти два года, то, конечно, это завершение целого набора крупных проектов, которые были начаты ранее. И в этом смысле он не отступил от намеченного, что называется, курса. С другой стороны, безусловное сохранение красноярских традиций и уважения к красноярскому образу жизни, к тем событиям, которые были здесь придуманы. Ну, вот вы наверняка обратили внимание, что там, например, про молодежи сохранилась бирюса, сохранились все наши крупные спортивные соревнования. Появилось уже что-то новое, как, например, Ансибирский музыкальный фестиваль с Вадимом Репиным, известным, скрипачем и так далее. То есть это такие вот внешние проявления. Если говорить о сути, то, конечно, вы правы. Не только для рядового жителей, для всех нас, для всех управленцев всех уровней в крае, конечно, важно, какие задачи ставил губернатор, чего удалось добиться. Губернатор, например, ставил задачи, многими они казались неисполнимыми, по наращиванию доходов краевого бюджета. Но, пожалуй, я бы здесь сказал, что одно из важных решений, это, конечно, выход Ванкорнефти из консолидированной группы налогоплательщиков, за счет чего платежи Ванкора в наш бюджет увеличились почти на 10 миллиардов. Это, конечно, значимое решение. В условиях непростой экономической ситуации, конечно, это была значимая поддержка для края. Мне кажется, что было принято целый ряд очень важных решений. Ну, например, летом прошлого 2015 года было принято решение о специальных доплатах низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы. Коснулись эти доплаты, вдумайтесь только, 50 тысяч людей в крае. Это вообще говоря, да, это низкоквалифицированные, как правило, люди, но без которых невозможно себе представить ни больницу, ни школу, ни клуб, ни музей, ни театр. 50 тысяч людей получают доплаты. Край на это дополнительно тратит 2 миллиарда рублей в год. Это достаточно большие суммы. Кстати говоря, вот примерно настолько же, то есть тоже на 2 миллиарда, край увеличил по предложению Толоконского расходы на сдерживание роста жилищно-коммунальных услуг, цены жилищно-коммунальных услуг. Да, конечно, есть инфляция, она что-то съедает, но край по возможности стремится поддержать низко-слабозащищенные слои населения. Это очень важная социальная политика. Я бы сказал, что очень важные решения приняты по поддержке территорий края. Учитывая, что все-таки канал НСС это канал для края, а не только для краевой столицы, это тоже очень важно. Поддержка территории увеличилась на миллиард 800 миллионов рублей. По разного рода субсидиям это важное решение. Например, поддержка, да, это только по переселению граждан из ветхого ремонта жилья. Очень важное такое же решение по территориям, дополнительный миллиард, это было такое заявление Толоконского. Многие ждали, выполнится оно или не выполнится, потом считали, что это предвыборное. Но вот на дворе уже 16-й год и в бюджете опять миллиард рублей на дороге в территории края. Мне кажется, что важное решение, и кстати дорогостоящее, более 150 миллионов рублей, это принято решение о законе, специальный закон принят о поддержке детей погибших защитников Отечества. 34 тысячи людей в крае воспользовались этими социальными выплатами. Уже это серьезная общая работа, более 150 миллионов рублей потрачено. И вот только что мы обсуждали с губернатором, уже в следующем году, например, наши так называемые дети войны, мы их называем граждане, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте, получат впервые доплаты к 9 мая вместе с участниками войны, ветеранами, дружниками тыла. Такой законопроект сейчас фракции «Единая Россия» внесен в законодательное собрание края. Кстати, что очень важно, активное участие в нем приняли подготовки и «Справедливая Россия», и КПРФ, и ЛДПР, то есть фактически все фракции. И это как раз подчеркивает позицию на то, что решение социальных проблем должно объединять всех. Это позиция губернатора, которую он, безусловно, разделяет, и мы его в этом поддерживаем. Вот таких примеров я мог бы приводить еще и еще. Можно спорить, что сделано лично, что делается по накатанной. Ну вот простой пример, например, мы сейчас говорим о том, что за эти два года инвестиции в экономику края составили без малого 400 миллиардов рублей. Кто-то может сказать, ну это же продолжение того, что было, а с другой стороны, знаете, а если б не было, что кричали бы. А вот не смог обеспечить, то есть все-таки есть личное участие руководства края в обеспечении вот этих перспектив будущего для нашего края. Поэтому, наверное, лучше, конечно, чтобы Виктор Санч сам сидел и отчитывался. Может быть, он какие-то другие приоритеты определил бы в своей деятельности. Я назвал, как мне кажется, очень важные те решения, которые касаются, ну, фактически многих людей в нашем крае. Ну вот, кстати, многие эксперты, с которыми мы общаемся в эти дни, вчера, сегодня говорят, что не так много ярко выраженных каких-то проектов, строек, объектов, но многие достижения Толконского лежат действительно не на поверхности, в том числе то, что вы перечислили, попросту, ну, не знал половину из этого, а ссылаются скорее на его аппаратные таланты как менеджера. Вы знаете, я скажу можно более мягко. Мне кажется, пока еще наш аппарат привыкает к требовательности Толконского и к его стилю работы. Два года? Ну, а знаете, привычки, это такое дело тяжелое, это все так быстро не происходит. Вот я, например, бывал в нескольких поездках вместе с Виктором Санычем по краю, но, во-первых, он активно продолжает ездить. Казалось бы, он уже побывал во многих территориях, он не боится приезжать снова и снова в территории, видеть, как реализуются те поручения, которые он давал, раздражаться, если они реализуются не так эффективно, не так качественно, как он хотелось бы. Он в этом смысле не сдерживает своих эмоций, хотя, конечно, человек политик с большим опытом. Тем не менее, в общем, прорывается у него иногда это. Мне кажется, что это тоже правильно. Это, знаете, такая встряска для некоторых наших товарищей, что вообще они думали, что поручения нужно выполнять точно. Но он, например, может позвонить прямо из командировки министру, дать прямые поручения, что нужно делать. Не все к этому готовы, не все к этому привыкли. Он может, прямо разговаривая с людьми, тут же формулировать новые поручения. К этому тоже не все привыкли. Поэтому мне кажется, что пока еще процесс привыкания не завершен, но постепенно в крае формируется новая управленческая культура. Ну и еще один вопрос. Вот сейчас в эти дни у края появится долгожданная стратегия до 2030 года. Я с ней ознакомился, но и могу так поверхностно сказать, что она устроена так, что не особо это зависит от личности действующего губернатора. Ну, как и любая стратегия. Так должно быть, да? Конечно. В этом смысле... Более того, здесь как раз, Саша, краю повезло, у нас губернатор все-таки экономист. Да. И в этом смысле документ подготовлен таким образом, чтобы дать вот эту картинку будущего, дать вектор развития, но при этом все же этот вектор базируется на реалиях нашей сегодняшней жизни и прогнозе на завтра, послезавтра, послепослезавтра и так далее. Поэтому в определенном смысле это, конечно, будет наследие Толоконского. Вместе с тем Виктор Саныч, я думаю, понимает, что стратегия будет нуждаться в постоянном дополнении, уточнении, в связи с меняющимися обстоятельствами вокруг. Это не жесткий пятилетний план, который раньше утверждался на съездах партии, но все же, это очень важная вещь, формулируется, и сейчас пока идет обсуждение, но вот в результате этого обсуждения в том числе, формулируется вот эта картинка нашего общего будущего. И описываются наши необходимые действия для того, чтобы достичь этого результата. Как сделать жизнь людей в край лучше, комфортней, человечней. Вот в этом смысле очень важно то, что экономист Толоконский во главу угла ставит не просто экономику, не просто наращивание ВВП в регионе, освоение месторождений и так далее. Он во главу угла призывает нас всех поставить вопрос качества жизни человека. «Край для человека». Вот если нам удастся реализовать эту, ну прямо скажем, задачу с большим вызовом, с большими амбициями, если это удастся сделать, то это означает, что, в общем, все было не зря. Спасибо большое. Это был Алексей Клешков, заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края. Это была программа «Интервью». Увидимся.